Здравствуйте, ребята! Рада встрече с вами на уроке русского языка. А теперь, ребята, посмотрите на картинку и скажите, о чём мы сегодня будем говорить на уроке? Правильно, ребята! Сегодня мы будем говорить о фруктах и овощах. Вы узнаете слова описания, слова действия. Вы научитесь составлять сочетания слов, предложения, используя слова описания и слова действия. Ребята, вы уже познакомились с фруктами и овощами. Сегодня повторим название фруктов и овощей. Для этого послушайте загадки. По описанию угадайте фрукты и овощи. Загадка первая. Летом в огороде свежие, зелёные, а зимою в бочке крепкие, солёные. Правильно, ребята! Это огурцы. Огурцы. Огурцы – это фрукт или овощ? Да, это овощ. А где растут овощи? Верно, ребята! Овощи растут на грядке в огороде. Вторая загадка. Всем известный жёлтый фрукт. Хоть и кислый, но полезный. Ты его нарежь и в чай. Как зовётся? Отвечай! Правильно, ребята! Это лимон. Лимон – это фрукт или овощ? Лимон – это фрукт. А где растут фрукты? Фрукты растут в саду. Молодцы, ребята! Вы правильно отгадали загадки. Правильно отгадать загадки вам помогали слова описания. Прочитайте, повторите слова описания. Свежие, зелёные, крепкие, солёные огурцы – это описание огурцов. Зелёные – описание по цвету. Свежие, солёные – описание по вкусу. Жёлтый, кислый, полезный лимон – это описание лимона. Жёлтый – описание по цвету. Кислый – описание по вкусу. Фрукты и овощи можно описать по форме, цвету и вкусу. А теперь, ребята, попробуйте сами составить описание яблока по форме, цвету и вкусу. По форме яблока какое? По цвету яблока какое? По вкусу яблока какое? Проверьте, ребята, как вы описали яблоко. По форме яблока круглое – дунгелек. По цвету яблока может быть жёлтым, зелёным и красным. Сарэ, жасал, козал. По вкусу яблока может быть сладким или кислым. Та-те – кашкал. Молодцы, ребята! Вы правильно определили цвет, форму и вкус яблока. Ребята, задания бывают разные. И сегодня вы можете выбрать себе задание для работы. Выберите задание, которое вы можете выполнить. Задание первое. Прочитайте слова. Назовите лишнее слово. Банан, свёкла, апельсин, груша, киви. Задание второе. Прочитайте предложение. Назовите пропущенное слово по картинке. На грядке выросла вишня, редиска, груша. Задание третье. Сравните фрукты по вкусу, используя слова-описание. Арбуз по вкусу какой? А лимон по вкусу какой? Проверим, как вы выполнили задание по выбору. Задание первое. Банан, свёкла, апельсин, груша, киви. Здесь лишнее слово свёкла. Потому что свёкла – это овощ, а банан, апельсин, груша, киви – это фрукты. Проверим второе задание. На грядке выросла редиска. Проверим третье задание. Сравните фрукты по вкусу, используя слова-описание. Арбуз по вкусу сладкий, а лимон кислый. Молодцы, ребята! Вы выбрали задание и правильно их выполнили. Фрукты и овощи полезны и нужны человеку. В них много полезных веществ, витаминов. Поэтому надо каждый день кушать овощи и фрукты. Из овощей и фруктов можно приготовить каши, салаты, компоты, соки, кисель и пироги. Сегодня вы узнаете об удивительной, волшебной каше, которая очень полезна для вас. Это каша из репы. В каше из репы есть полезное вещество – калий. Он помогает работать мозгу. Ее называют кашей для ума. А, ешьте кашу из репы, и вы будете хорошо считать, хорошо решать примеры и задачи. Каждый день в пище должны быть салаты из фруктов и овощей. Особенно полезны салаты из свежих овощей и фруктов. Посмотрите на картинку. Это салат из овощей. Для приготовления салата из овощей надо выполнить следующее действие. Вымыть руки – кол жуу. Надеть фартук – алжапқышты кию. Помыть овощи – коконистерды жуу. Взять доску – тақтаны алу. Порезать овощи – коконистерды кесу. Сложить овощи в посуду – коконистерды ада ска салу. Перемешать овощи – коконистерды ара ластру. Прочитаем, повторим слова действия. Дорогие ребята, сегодня вы повторили название фруктов и овощей, изучили слова описания и слова действия. Хочу похвалить вас. Вы старались и выполнили все задания. Молодцы, ребята! Для повторения слов действий предлагаю вам задание в учебнике на странице 127, задание 3. Прочитайте слова действия, и вы сможете рассказать о салате из фруктов. Наш урок подошел к концу, и вы можете узнать, как вы сегодня работали на уроке. Для этого выберите себе солнышко. Если вы читали, понимали значение слов, вы выбираете солнышко без туч. Если вы читали, повторяли слова, но понимали не все слова, ваше солнышко с тучкой. Если вы иногда читали, повторяли слова, но было трудно выполнять задание, вы выбираете солнышко и много туч. До свидания, ребята! До следующей встречи!